В сентябре праздновал свой 93-й день рождения Дальневосточный филиал российской телерадиосети. Как сейчас обстоят дела у городского аналога Останкина с почти вековой историей в сюжете Виктории Зыковой. Сейчас мы находимся в самом центре телерадиовещания нашего региона. Именно отсюда в каждый дом приходит цифровое эфирное телевидение. А в далеком 1927 году в городе появилась первая радиосвязь с внешним миром. Это было начало уже почти вековой истории Дальневосточного филиала российской телерадиосети. Предприятие сегодня включает в себя несколько цехов телерадиовещания. Цех спутниковой связи, радиоцентр и еще ряд вспомогательных подразделений. В зоне ответственности цифровое эфирное вещание в Хабаровском крае и Чукотском автономном округе. В прошлом году РТРС успешно осуществил по всей стране переход на цифру. В Хабаровском крае переход на цифру был первым в Российской Федерации. Экспериментально за год до этого были проведены работы в Курской области. Ну а уже промышленный переход в Хабаровский край, начиная с 2010 года, приступил к осуществлению программы ФЦП по Хабаровскому краю в полном объеме. Сейчас в крае круглосуточно работают 190 цифровых передатчиков. В эфире постоянно присутствуют 20 обязательных телевизионных программ и 3 радиопрограммы в цифровом качестве. Для того, чтобы понять, какие преимущества дает новая технология телезрителя, мы обратились к инженеру Илье Маркову. За большой вклад в реализацию как раз этого проекта по переходу на цифровой формат вещания, он награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Преимущество цифрового телевидения заключается в том, что большее количество телевизионных каналов помещается в том же частотном спектре. Ну и дополнительное преимущество, или можно сказать, для людей это основное, само качество картинки и звука. На городском аналоге Останкино, расположенном в северном микрорайоне Хабаровска, в круглосуточном режиме работают два цифровых и три аналоговых телевизионных передатчика. Они обеспечивают горожан эфирным вещанием. Вместе с тем, сотрудники РТРС надеются на скорую реализацию новых больших проектов. Очень интересный проект «Готовится сфера». Это комплексный проект по развитию спутников и группировок. Это очень интересный будет, в самом деле, проект. И в следующем году мы будем уже знать, будет ли фактическая реализация, будет ли принята федеральная целевая программа. Виктория Зыкова, Сергей Михайловский. Смотри Хабаровск. В начале августа государственных наград удостоились 300 сотрудников РТРС. Среди них двое представителей нашего края. Награды стали признанием заслуг российской телерадиосети в развитии телерадиовещания в стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова